МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей, что-нибудь обам неизвестно? Нет, он уверен, что его отец умер. Мам, тебе так идет это платье. Ты выглядишь просто фантастически. У нас гости. Хочу тебе представить. Не надо, мам. Я знаю, кто это. Этот человек – мой биологический отец. А откуда ты знаешь, что... Это не важно, мам. Зачем вы явились? Я давно не был в России. Так не надо было возвращаться. Андрей, я прошу тебя быть вежливым. Дмитрий Семенович очень болен папа. Хорошо. Я понял. Я так понимаю, что вы вернулись в Россию из-за болезни вашего отца, так? Так. А мы здесь при чем? Тебя хотел увидеть. Как-то поздновато. Вы об этом подумали? Я всегда хотел тебя видеть. Да? А почему же вы не помогали моей маме? Почему вы скрывались столько лет? Ну, это не совсем так. Скажу что-нибудь, Наташа. Андрей, я действительно хотела тебя видеть. Скажите, а если бы ваш отец не заболел, вы бы о нас вспомнили, нет? Я о вас не забывал, Андрей. Я понял. Вы о нас не забывали? Нет. Но и не интересовались нашей жизнью последние 10 лет. Послушай, мы с твоей мамой... Дим, давай я объясню. Нет, мама, подожди. Пусть человек объяснит. А хотя что вы мне хотите рассказать? Что моя мама простая уборщица, а вы сын депутата, да? Нет, я совершенно не это хочу сказать. Я хочу сказать, что я твой отец. Я привык жить без отца. И моя мама без вас тоже не потерялась. Пожалуйста, уходите. Нам от вас ничего не надо. Привет. Привет, я за Наташей. Она готова? Готова, но не совсем. В смысле не совсем? Здравствуйте. Здравствуй, Максим. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Спасибо. Рит, поставь цветы в вазу. Нам с Максимом пора. Дим, ты можешь остаться поговорить с Андреем. Андрей, я прошу тебя быть спокойнее. Вежливым и деликатным. Мы пойдем. А я приготовлю для вас чай. Успокаивающий. Ну что, Дмитрий Семенович, как вам моя мама? На кинозвезду похож. Правильно. На кинозвезду. Но никак не на ту уборщицу, которую вы бросили много лет назад с маленьким ребенком на руках. Да? Да. Да. Я, признаться, удивлен. Я заметил. Скажи, а что Дмитрий Ворошилов делает в твоем доме? Он пришел пообщаться с сыном. Странно. Десять лет даже не пытался с ним увидеться, а тут друг неожиданно. Я не имею никакого желания разбираться в хитросплетениях Димина жизни. Пришел и пришел. Мы в театр не опоздаем? Не опоздаем. Извини. Ну, у вас тут все в порядке? Если ты хочешь знать, подрались мы или нет, я отвечу, нет, не подрались. Ну, все-таки я предлагаю выпить чаю. Спасибо большое. Спасибо, Лид. Твоя мама потрясающая. Да ладно. А вы только сейчас это заметили, да? Нет, почему? Я всегда это знал. А это мой влюбился в нее. Нет, вы мою маму не любили. Вы просто развлекались. Нет, 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 нет. Ты ошибаешься. Я очень любил твою маму. Именно поэтому вы ее бросили, когда она забеременела, да? Послушай, Андрей, ты пойми, правда, я же был молодой тогда совсем. Многого не знал. Многого не понимал. На меня семья давила очень сильно. Ну, ты сам посуди, что я мог дать твоей маме. Я был студентом, который жил за счет отца. У меня выбора не было, понимаешь? Это я все знаю. Я даже мог бы вас понять, если бы не одно маленькое обстоятельство вот такое. Какое? Когда вы получили диплом и начали самостоятельную жизнь, вы женились не на моей маме, а на совершенно другой женщине. Да, я об этом очень жалею. Я сожалею, что сделал неправильное решение. Сожалеете, да? Да. И что теперь? Теперь хочу наладить отношения с своим сыном. Я думаю, я не открою вам секрет, если я скажу, что я не считаю вас своим отцом. Послушай, Андрей, даже если это так, я хочу тебя кое о чем попросить. Мой папа, твой дедушка, он сильно заболел, ему должны сделать операцию. Он очень хотел тебя видеть. Он может не пережить эту операцию. Ой, 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 Дмитрий Семенович. Перестаньте, Давид, на жалость. Ваш папа мне никем не приходится, поэтому я никуда не поеду. А сейчас уходите. И не приходите больше сюда никогда. Дверь там. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Почему мы остановились? Может, ты все-таки объяснишь, зачем он пришел? Наташа? Я тебе уже все сказала. Почему ты позволила остаться ему и разговаривать с Андреем? Максим, Диме плохо. Возможно, это будет тяжелый, но нужный разговор. Может, ему как-то станет легче. А сколько таких дней было у тебя? В сравнении с Димой, я имела преимущество. Твою дружбу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мою дружбу? Ты смеешься? Ты смеешься надо мной? Ты посмотри на меня! Я что, похож на мальчика? Я столько лет рядом с тобой. Я хотел жениться на тебе, дать Андрею фамилию. А ты? Переживаешь о Ворошилове? Да нет, нет. Я давно о нем забыла. И вообще, он пришел не ради меня. Он к сыну пришел. Я думаю, что от этого всем будет польза. Ясно. А я думаю, что от этого всем будет только хуже. Лицо ее полное, свежее, в крупных ярких веснушках было привлекательно. Полное энергии и жизни. Михаил, которому вчера показали, что надо делать. Снял пальто, подошел к печатной машине. Привет. 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 Датчик. Папуль, ты как себя чувствуешь? Разве незаметно? Великолепно. Мне кажется, я не чувствовал себя так хорошо никогда. Ну, здорово. Значит, Тимофеев выписал тебе правильные лекарства. Я счастлив от того, что мой сын домой вернулся. Теперь папа успокоится и со спокойной душой пойдет на операцию. Ой. Кстати, а где сейчас мой остепенившийся брат? Надеюсь, он не пошел к своей этой прекрасной уборщице. Лариса, прошу тебя, сменит он. Мне не нравится, как ты говоришь об этой женщине. Она достойный человек и достойно уважения. Папа, если ей удалось заработать денег, это не значит, что ее нужно сажать с нами за один стол. А ее сын всегда останется нам никто. Ларис, ну что ты говоришь? Ну ты же знаешь, отцу нельзя волноваться. Я надеюсь, что в этот самый момент Дмитрий делает предложение Наташи. Вот так. Папа, ну зачем ты так говоришь, что хочешь меня позлить? Лариса, прекрати. Ну что вы дразните друг друга, как малая детья. Дима никогда не женится на Наташе. Ты лучше скажи нам, как вот сейчас ваши отношения с мужем? Ну? Какие отношения? Ну давай, давай, скажи. Все нормально. Нормально? А почему он стал редко бывать дома? Ну, папа, ты же знаешь, что Саша завотделением, у него большой поток пациентов, много работает. Я надеюсь, что потом это даст свои плоды и он возглавит больницу. Ладно, ладно. Насердись. Рада, что ты позвонил. Я очень соскучилась. А что с голосом? Что случилось? Катюш, Валентина Степановна должна была отвар приготовить для отца. Вот он. Это? Да. Это я не тебе. Спасибо. Так все нормально. Просто у меня состоялся не очень приятный разговор. С кем? С человеком, которого терпеть не могу. А ты с кем разговариваешь? А это мой дядя, он заходил за травяным чаем. Я на кухне сижу. Дядя, привет. Обязательно. Слушай, а что ты делаешь завтра? Давай, может, сбежим отсеки и устроим пикник? Давай. Замечательная идея. Отлично. Давай в девять, десять в десять я к тебе заеду. Буду ждать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Большое спасибо за вечер. Мне очень понравился спектакль. И тебе спасибо. А может, зайдешь, чаю попьем? Поздно уже. Поеду домой. Максим, ты почему на меня злишься? Да я не злюсь. Нет, я вижу, ты злишься. Это из-за Димы? Ну, что я его в дом пустила, с Андреем позволила общаться. А ты можешь впускать в свой дом кого хочешь и когда захочешь? Твоя жизнь. А ты по какому праву так со мной разговариваешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И правда. По какому праву я с тобой так разговариваю? Да и вообще, кто я такой? Такой ночь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА За спектакль спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, мам. Привет. Как спектакль? Хорошо. Как долго здесь был Дмитрий Семенович? Ну, достаточно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А разве тебе не все равно? Нет. Почему? Потому что он твой отец. Мама, он мне не отец. Он для меня вообще ничего не значит. Ты пойми, у него в семье несчастье, он в отчаянии, он потому и пришел. У него куча родственников. Пусть все вместе соберутся и поплачут о своем больном отце. А я не думала, что он может быть таким жестоким. Я не жестокий и справедливый. И вообще, я хочу, чтобы ты знала, я ненавижу всех Ворошиловых, всех без исключения. Скажи мне, кто тебе рассказал про отца? Да неважно. Андрюш, я должна тебе признаться, твой отец единственный, кого я любила. Я тоже тебе хочу признаться, у тебя очень-очень, мама, плохой вкус. Потому что человек, которого ты полюбила, пренебрег и тобой, и мной. Я не думала, что ты такой. Какой? Мама, Дмитрий Семенович нас тоже не щадил. Чего это ты на ночь глядя, ужинать собралась? Это я не ужинать, это я на завтра. На завтра? Да. На пикник иду. Какой пикник? С кем? Валентина Степановна. Я вам расскажу, только это большой секрет. Очень. Ну давай, выкладывай свой секрет. Только маме и папе Нине. Короче, его зовут Андрей. В общем операция называется аутокоронарное шунтирование. Я буду ассистировать Тимофееву. Вообще, я эту операцию делаю часто. И она... Ну и довольна с этим. Папа, тебе знать нужно. Я хочу знать только одно. Как там Наташа? Ты был у нее сегодня, давай рассказывай. Наташа? Хорошо. Выглядит великолепно. Красивый, большой, уютный дом у них. А твой сын? Мой сын? Да. Тебе удалось наладить с ним отношения? Нет. В общем он попросил, чтобы я ушел. Как? Подожди. Так и сказал? Это не имеет никакого значения, какими словами он это сказал. Суть была ясна. Я так хотел встретиться с ним до операции. Понимаешь, вполне возможно, что это будет последняя наша встреча. Ну хватит. Я просил Андрея прийти, он отказался. А может быть об этом попросить Наташу? Может быть она его уговорит. А как ты считаешь? Я попрошу. Я боюсь, что это ничего не решит. Кстати, как Наташа приняла тебя? Хорошо. Доброжелательно. Да? Это хорошо. Значит у тебя есть шанс. А она до сих пор не замужем? Нет, не замужем. Когда он вошел в гостиную и увидел тебя, ты чуть не потерял сознание. Ты была как королева. Он был таким подавленным. Да, ты его сразила. Рита, не в этом дело. Иначе переживает за отца и мне его жаль. А вот у Андрея совершенно другие чувства. Он говорил с Димой так жестко. Не знаю, может тебе стоит брать пример сына. Я вообще не понимаю, почему ты его жалеешь. Может ты его любишь? ТЕЛЕФОННОМ ЯЗЫКЕ Рит, не говори глупости. ТЕЛЕФОННОМ ЯЗЫКЕ ТЕЛЕФОННОМ ЯЗЫКЕ Да? Алло. Наталья Ивановна, будете добры к телефону. ТЕЛЕФОННОМ ЯЗЫКЕ Да, конечно. Это тебе. Лёгок напоминен. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дима? Здравствуй. Как чувствует себя Симон Кузьмич? Да по-прежнему, Наташ, по-прежнему. Может, встретимся? Мне поговорить надо. Ну, я подумаю. Ты позвони мне с утра. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Не спишешь? Как видишь. Тебя жду. А почему так поздно? Почему не предупредил, что задерживаешься? Коллега попросил помочь. Работы много. Такая самоотверженность на производстве принесет свои плоды. Жаль, только это будет не скоро. Потому что ты, как форменный неудачник, застрял в своей травматологии. Устал я чего-то. Спать пойду. И зачем мне тырка за тебя замуж вышла? И зачем мне тырка за тебя замуж вышла? Привет. Привет. Ну что, готовы? Сейчас я тебя отвезу в одно очень красивое место. Тебе понравится. Я никогда не каталась на мотоцикле. Ну, все-то когда-то бывает впервые. Не бойся. Я не боюсь. Я с тобой вообще ничего не боюсь. Хорошо. Держи. Хотя нет. Я сам. Садись. Андрей дома? Нет. Позавтракал и уехал. Куда? Не знаю. Не говорил. Вот не нравится мне это. Уезжает, когда хочет. Мне ничего не говорит. Наташа, твой сын вырос. И ему уже не обязательно отчитываться перед тобой за каждый свой шаг. Ты мне лучше вот что скажи. Зачем он звонил? Кто? Кто? Дмитрий. А? Вчера вечером. Встретиться хотела, поговорить. Обещал утром перезвонить. Видимо, передумал. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А как же. Так легко от него отделаешься. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Вот звоню тебе. Как договаривали. Мне поговорить с тобой надо, Наташа. Я прошу тебя выслушать меня, ладно? Представляешь, я в детстве думала, что дюймовочка и мальчик с пальчиком это муж и жена. Ну чего, очень даже может быть. Твоя очередь. У меня в детстве была кошка. Она ловила синиц и переносила их домой. Живу что ли? Ну да. Мы с мамой их выпускали. Ох, вредная была, все время кусала меня за нос. И что с ней случилось? Сбежала. Наверное, обиделась, что мы синиц не едим. Она же старалась, ловила. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое, что пришла. Ты знаешь, это очень интересное место. Чем же оно интересно? Ну, я здесь раньше часто бывал. Ты не была здесь? Никогда не была. Так тебе повезло, здесь очень хорошая кухня. У меня мало времени. Удачи. Удачи. Привет, подруга. Привет. Ну, сумку давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, я думала, ты за мной не приедешь. Серьезно? Почему? Мы с тобой самые близкие люди. Правда? Ир, ты моя семья. А куда мы едем? Я тут осмотрелась немного на свободе. От родителей дачка осталась. Развалюха, конечно, но спасибо и на это. Андрей не рассказал мне подробности разговора, но общее настроение я уловила. Я сделаю все возможное, чтобы завоевать доверие вам. Наташ, я... Я хотел тебе сказать еще кое-что. Говори. Я тебя очень люблю, Наташ, по-прежнему. Я знаю, что я сделал много ошибок. Я женился на Оле и... Я не думаю, что это была ошибка. Оля была прекрасной, умной и доброй женщиной. Я с несчастлив не был. Я счастлив только с тобой, понимаешь? Я понимаю сейчас, что мы далеко, что я за океаном, что Андрей не хочет, чтобы я появлялся в вашем доме. Что мне делать? Я тебя очень люблю. Дим, для меня это только красивые слова, а не боли. Мне пора ехать, извини. Погоди, 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 дай и... Послушай, послушай, я правда очень люблю. Я тебя очень люблю. Выходи из меня. Нет. Почему? Теперь я не достоин. Да нет, Дим. Просто мы теперь чужие люди. Как ты думаешь, купаться уже можно? Вода еще холодная. Может, недельки через две. Мы сюда приедем загорать с тобой? Конечно. Какие у тебя планы на лето? Пока не знаю. Тогда будем приезжать каждый день. Ну, каждый день мне это скучно. А что ты любишь? Люблю аттракционы. Карусели? И карусели тоже. Посмотри, птичка. Смотри, смотри. Где? Ну, вон, вон, видишь? Улетела. Карусели, говоришь? Поехали. Карусели. Каруселиも сидеть. Карусели. 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 Карусели и заново. Карусели, нас toast astronomского к chores, гармонный скотpants онлайн и покажу одищ. А карусели. Карусели и Denmarkанок. Ну все, мне пора. Как, уже? Садись, я подвезу к дому. Нет. Ну просто моей маме навряд ли понравится, если она увидит меня с незнакомым парнем ищет на мотоцикле. Ладно. Мы завтра встретимся? Конечно. Я позвоню. Дима, что еще? Самое главное ты сказал. Слушай, отпусти мне, правда, ехать. Хорошо, хорошо, еще один вопрос. Что у тебя с Максимом? Максим мой лучший друг. То есть ты нашла нового любимого человека? Нет. И не было. Я не верю, ты такая красивая, все время одна живешь. А мне все равно, веришь ты мне или нет. Я не собираюсь тебя ни в чем переубеждать. Леночка, спасибо тебе. Николай, похож на меня ты видишь. Похож, 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 похож. Ты уже говорил, очень похож. Пожалуйста, только не волнуйся. Хорошо, постараюсь. Я говорил, говорил с Димой, просил его наладить отношения с Наташей и с Андрюшей. Как ты думаешь, получится? Почему бы нет? Все может быть. Так, ладно, все, мне правда не пора. Погоди, ну, хорошо, давай я тебя отвезу. Да не надо, у меня есть водитель, у меня машина есть, я... Слушай, подожди, а может быть, хочешь, поедем ко мне? Ты же не была никогда у меня дома. Да, потому что меня не пускали на порог твоего дома. Да и ты не хотел, чтобы пускали. А теперь я не хочу. Послушай, я знаю, что я виноват. Я знаю это. Я должен был привезти тебя домой, своей женой, чтобы мы родили ребенка. Я этого не сделал, я жалею об этом. Но ты меня простила. Да, простила. Но никогда не забуду. Теперь это часть моей жизни. Хорошо, слушай, можно еще одну просьбу? Последнюю. Последнюю? Да, я тебя больше ни о чем не попрошу. Папа очень болен. Ему должны сделать операцию. Он хотел тебя очень видеть. Если бы не операция, я бы тебя не попросил, правда? Хорошо. Только мне надо переодеться. Спасибо. Господи, как тебя долго не было. Кажется, скучно. Я тоже соскучился. Ты кормить будешь? Ну, еще как. Ну, давай. Ну, давай, рассказывай, как твоя командировка. Ой, слушай, я очень доволен. Ну, что, достал всю необходимую сантехнику для больницы. Думаю, Борис будет просто в шоке. Какой же ты у меня молодец. Ну, ладно, что мы о работе доработим. У вас что нового хорошего? Да, у нас тоже новости. Дмитрий вернулся. Ворошилов? Да. Наташа сейчас с ним встречается. Он ее куда-то пригласил. Так. Это общение надо пресечь на корню. Мало что ли он ей кровью попил в жизни. Где они? Да откуда я знаю? Ну, вроде в ресторане каком-то. Ром, ну, а может она любит его, а? Ну, ведь столько лет, одна. А, может вообще дело к свадьбе пойдет. Какая свадьба, Рита? Ты что, не понимаешь? Не понимаю. Да, если они поженятся, Ворошилов увезет и Наташу, и Андрея. И ты своего крестника больше никогда не увидишь. Мама, я люблю Андрюшечку, люблю как родного, но пойду. Ну что? Но он тебе не родной? Потому что у нас нет своих детей? Потому что я не могу. Рит. Да, ты права. Да я виноват, что у нас нет детей. Господи, Рома, да никто ни в чем не виноват. Ну, просто так получилось. Столько лет. Столько лет, и все впустую. Зря ты за меня замуж вышла, Рита. Какой же ты у меня глупый. Чего это я глупый? Неужели ты не понимаешь, что мне нужен только ты? Только ты. Красивый, счастливый. Слушай, а Наташа не говорила, какой они с Дмитрием ресторан собираются идти? А мама пошла с ним в ресторан, да? Подожди! Что случилось? Пожар? Хуже, Максим. Хуже. Именно сейчас моя мама сидит в каком-то ресторане с Дмитрием Семеновичем Ворошиловым. Все-таки уходишь? Да, ухожу. Хорошо. Тогда скажи, что ты думаешь о моем отце? Да какая разница, что я думаю? Пусть у тебя будет свое мнение. У меня есть свое мнение? Я думаю, что мой отец образованный негодяй. Может, не стоит такой категоричности? Я просто не понимаю, как? Как моя мама могла влюбиться в такое ничтожество? Они же разные, Максим, они разные. Моя мама умная, красивая, уверенная в себе, а он бесхарактерный. С чего это ты так решил? Да потому что то приезжает, то уезжает. Болтался где-то 10 лет. Сейчас приехал, я твой отец. Сам не знает, чего хочет. Думаю, ты ошибаешься. Мне кажется, он как раз-таки очень хорошо знает, чего он хочет. Маминка. Маминка. Малышка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот мы и приехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Идем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Познакомьтесь, это Наташа. Наталья Ивановна Бондарчук. Здравствуйте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Я вот уговорил Наташу к нам прийти. Да. Наташ, очень жаль, что вы без сына. Знаете, я буду очень рада видеть вас в этом доме вместе с ним. Увы, мой сын не захочет сюда прийти, даже если его об этом очень попросить. Жаль. Ну, что ж, я, с вашего позволения, сообщу Семену Кузьмичу о вашем визите. Да, конечно. Пойдем, я дома тебе покажу. Придем. Сюда. Семен. Пришла Наташа. Да ты что? Серьезно? Серьезно, только вот осторожно. Спокойно. Да, сейчас Дима ей показывает дом. Леночка. Да? Принеси мою одежду. Хорошо. Это моя комната, я здесь жил пока. Не женился, но и сейчас живу. Мне пора идти. До свидания. Наташа, вы уходите? Да, мне пора. Прошу вас, останьтесь. Чай попьем. У меня пирог вкусный готов. Спасибо, я не могу. Наташа. Я вас очень прошу, останьтесь. Хорошо. Тогда прошу, прошу всех к столу. Прошу вас. Прошу вас. Спасибо, что пришли. Расскажите про Андрея. У Андрея все хорошо. Он учится, играет в теннис. То, что он играет в теннис, я знаю. Вот у меня есть фотографии. Не влюбился, жениться не собирается. Нет. Наташа, мне бы очень хотелось повидаться с Андреем. Семен Кузьмич, я боюсь, Андрей не захочет с вами видеться. Извините. Вы понимаете, что это может быть последняя моя встреча с ним? Не говорите так. Вы стали популярной женщиной, известной. Я часто встречаю в газетах ваше имя. Да, не жалуюсь. А я ведь была у вас в институте красоты, Наталья Ивановна. Правда? Да. Мне там родинку удаляли. И так все быстро, совсем не больно. Да, у нас работает очень хороший специалист. Спасибо вам. Ну что вы, это наша работа. Спасибо, я пойду, мне пора. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Погоди, давай я тебя отвезу. Да спасибо, Дим, я сама. Слушай, подожди. Дим, что ты делаешь? Отпусти меня. Подумай еще раз. О чем? О том, чтобы выйти за меня. Оставь меня в покое. Ну, вот. Вот это хоромы. И это ты называешь дачкой-развалюшкой? Нравится? Да не то слово. Единственное, что мне портит сейчас настроение, это запах. Какой запах? Я ничего не чувствую. Богдана, это я пахну. Я пахну зоной. Единственное, что я хочу сейчас, это избавиться от этого запаха. Понимаю. Эх, сейчас бы в дорогой салон. Да по магазинам. Жаль, у нас мало денег. Олег. Да, кстати. Давай решим, как мы будем тратить деньги, которые заработали на зоне. Все не так уж и плохо. Смотри. Что это? Мама не звонила? Мне нет. Рити тоже нет. Ясно. — Привет. — Привет. — Привет. На тебе лица нет? Что-то случилось? Ничего. Ясно. Устал, наверное. Отдохнуть хочешь? Максим, спасибо тебе. За что? За понимание. Пожалуйста. Хотя, знаешь, мне бы очень хотелось научиться думать только о себе. У некоторых это получается. И от того они самые счастливые люди. У меня нет сил думать о том, что ты сейчас сказал. Тяжелый день выдув? Да. Бывало и полегче. Больные замучили? Пациенты, Максим, пациенты. Ясно. Некоторым пациентам уже давно пора быть в стационаре с травмами разной степени тяжести. Извините меня, но вы говорите на каком-то китайском языке. Это игра. Всего лишь игра. Ладно, пойду. У меня дела еще. Тяжелый после ДТП. 38 лет. Потеря крови. Первое положительное в сознании. Готовьте. Хорошо, его везут. Да, и позовите Хмельевского, будет ассистировать. А он сейчас на курсе повышения квалификации? Ну, тогда Фетисова. А он на больничном? Да что ж такое. Ну, тогда девушку эту новую. Я не помню, как ее фамилия. Анастасия зовут. А она сейчас ассистирует. Да что же это такое, а? Хотя разорвись. О, Максим Леонидович, рад видеть. Сань, привет. На работу возьмешь? Обычным хирургом? Ну что, Максим Леонидович, приступайте. Пойдем. Спишь? Нет. Что с тобой? Я была в доме Ворошиловых. Ну и зачем ты туда ходила? Мне хотелось войти в этот дом с триумфом, но не получилось. Они видели, что мне неприятно. И как к тебе отнеслись в этом доме? Хорошо. У Семена Кузьмича, оказывается, есть фото Андрея. Он вырезал из газеты и поставил в рамочку. А Дмитрий хранит мою фотографию двадцатилетней давности. И, кстати, он сделал мне предложение. Так когда же свадьба? Да. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова